Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Студенты Казанского федерального университета приглашаются к участию в конкурсе на присуждение специальной государственной стипендии Республики Татарстан. Кандидатами могут стать обучающиеся по очной форме обучения, начиная с третьего курса, достигшие отличных успехов в учебе, побед и призовых мест в научно-практических конференциях и предметных олимпиадах. Назначение вышеуказанной стипендии производится на один учебный год в размере 2780 рублей ежемесячно. Квота для студентов КФУ – 8 человек. Кандидатам необходимо представить свои достижения в срок до 16 августа 2024 года в Департамент образования КФУ. Подробнее с положением можно ознакомиться на официальном сайте Казанского федерального университета. Цикл материалов об институтах КФУ продолжается. 25 июля – рубежная дата для абитуриентов, ведь в этот день заканчивается прием документов на обучение. Кто уже определился с выбором, смотрите, что вас ждет. Ну а кто еще успевает запрыгнуть в последний вагон – успевайте. Этот сюжет для вас. Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета был создан в августе 2014 года на базе Института экологии и географии. Тогда его основу составили первый в Российской Федерации экологический факультет и факультет географии. Сегодня это лидер в области экологического образования в России. Со дня основания первой в Союзе Советских Социалистических Республик кафедры охраны природы В 1969 году он является крупнейшим естественно-научным центром, в стенах которого проводятся плодотворные исследования взаимодействия человека и природы. И в настоящее время Институт экологии и природопользования является уникальным подразделением, сочетающим подготовку специалистов для реального сектора экономики и управленческих структур, способных обеспечивать развитие производств при минимальном воздействии на окружающую среду и рациональное природопользование, а также специалистов для исследовательских организаций, способных выявлять механизмы функционирования окружающей среды, предложить новые решения в агросфере, строить прогнозы изменений в окружающей среде при воздействии человека, предлагать решения и технологии для ликвидации экологического ущерба, прогнозировать и оценивать развитие опасных природных экзогенных процессов. Почему наш институт так называется? Институт экологии, биотехнологии и природопользования. Потому что все специальности, на которые мы принимаем абитуриентов, они все призваны решить задачи окружающей среды. Это очень важная проблема. Не случайно, вы, наверное, все знаете, что такое майские указы президента. В этом году в указе о национальных целях России была указана новая цель, которая называется «экологическое благополучие». Для достижения этой цели должны быть решены проблемы и с отходами, и с качеством воздуха, и с биоразнообразием и так далее. И вот исходя из этой цели, совершенно очевидно, что появятся программы, появятся различные проекты. Для грамотного решения этих проблем, для того, чтобы программы могли реализовываться, проекты работать, необходимы кадры, необходимы специалисты. Вот таких специалистов мы как раз и готовим. Переходим к самому интересному. Каково учиться в этом институте? На сегодняшний день в нем реализуются пять направлений бакалавриата. Первое – экология и природопользование. Самое многочисленное по количеству бюджетных мест. Их 55. Второе – биотехнология. Этот профиль новый. Его открыли всего три года назад. Для него приготовлено 25 бюджетных мест. Также по 25 бюджетных мест на направлениях подготовки землеустройства и кадастры, и почвоведения. Пятое – и заключительное – гидрометеорология. 20 бюджетных мест. Однако по одним лишь названиям абитуриенты и их родители не всегда могут понять, кем именно будет студент. Директор института рассказала об этом. Все зависит от желания студента учиться. На самом деле мы ведь, естественно, научный институт. И, соответственно, у нас в каждом направлении студенты, помимо таких общеобразовательных дисциплин, как история, философия, экономика и так далее, изучают, конечно же, и физику, и химию, и биологию, и экологию. Потому что нельзя разбираться в процессах, которые происходят в окружающей среде, нельзя разбираться в процессах, которые происходят в организмах человека или животных, нельзя разбираться в процессах, которые происходят с растениями в окружающей среде, без знания этих дисциплин. дисциплин. Конечно же, у нас много математических дисциплин. Потому что я не помню, какой из великих ученых сказал, наука она только тогда наука. Настолько наука, насколько в ней есть математика. Без этого, конечно, нельзя. На дворе все-таки 21 век. Век технологий. А это значит, что IT применяется везде. Вот и студенты Института экологии и природопользования уделяют много времени различным предметам. Вся статистика, базы данных, модели. Все плотно связано с IT-технологиями. Ну и, конечно, дальше начинается дисциплина с специализации, которую студенты осваивают с гораздо большим воодушевлением, потому что они гораздо больше понимают, для чего им нужны эти дисциплины. Но мы классический университет. Мы в первую очередь даем базовое образование. Мы в первую очередь учим студентов, как и где они могут самостоятельно получать знания. Поэтому учиться у нас не очень просто, но, поверьте, интересно. Для поступления в институт, конечно, необходимы результаты единого государственного экзамена. С 2021 года допускается выбор третьего экзамена. Абитуриенты, которые имеют право поступать без результатов ЕГЭ, например, после окончания техникума, а также абитуриенты из зарубежных стран, предполагающие поступать на контрактное обучение, проходят вступительные испытания дистанционно, с использованием системы Экзамус. Экологию нужно сдавать, биологию, математику и русский язык. Биология основной ЕГЭ, помимо математики, как выборной, вы можете сдать химию, географию, IT и так далее. На биотехнологию это будет математика, русский язык и выборная дисциплина, это будет биология, химия, ну вот такие дисциплины. На землеустройство и кадастры вы дополнительно к русскому математике будете сдавать физику. На гидрометеорологию вы будете как основной сдавать географию, ну и соответственно математика и выборные другие дисциплины, и русский язык. На почвоведение, так же как на экологию, вы будете сдавать биологию, как основной предмет русский язык и математик, либо другие выборные предметы. Но если с бакалавриатом все более-менее ясно, то с магистратурой еще не совсем. По словам директора института, в магистратуре студенты приумножают те знания, которые получили, обучаясь еще на первой ступени получения высшего образования. Однако часто поступать приезжают и ребята из других городов, соответственно и других институтов, где программы бакалавриата могут немного отличаться. У нас есть две программы магистратуры по направлению экологии и природопользования, а также у нас есть магистрские программы по биотехнологии, метеорологии, землеустройству и кадастров и по почвовению. Вы можете, закончив у нас бакалавриат, поступить к нам дальше учиться в магистратуру, ну или осваивать какую-то еще область. Единственное, что мы, конечно, приглашаем ребят с базовым естественно-научным образованием, потому что у нас, конечно, учились и с экономическим образованием ребята, и с математическим образованием. Мы им всем предложим интересные для них магистрские диссертации. именно такие диссертации, которые они смогут со своими компетенциями базовыми красиво выполнить. Но учиться им, конечно, будет сложновато. Если ты экономист или юрист, а у нас был такой опыт, все-таки у тебя более такое, более гуманитарное образование. А тут, опять же, надо и химические законы знать, и как устроена атмосфера, и так далее. Профессора, преподаватели, научные сотрудники помогают студентам научиться анализировать, сравнивать, спорить и рассуждать. Многообразие направлений подготовки в институте. Уникальный психологически комфортный микроклимат. Без сомнения, позволит найти применение своим способностям и талантам. Самое главное студентов ждет изучение перспективной науки, освоение современных научных приборов и геоинформационных систем, получение востребованных рынком специальностей в самых разных сферах. Вы знаете нашу огромную компанию «Такнефть», которая сейчас начала развивать новое направление, самостоятельное, наряду с нефтедобычей и нефтепереработкой, биотехнологическое направление. И для них крайне необходимы экологи с биотехнологическим уклоном или даже прям напрямую биотехнологи. Мы, наверное, в первый раз имели такой опыт, когда на защиту бакалаврских и магистрских работ приезжали представители этой организации для того, чтобы послушать и быстренько заманить наших выпускников к себе на работу. А еще, по словам Светланы Сильвановской, учеба в институте – это яркая и насыщенная событиями студенческая жизнь. Студенческая весна, посвящение студенты, различные конкурсы, спортивные праздники, КВН и многое другое. Полевые практики, экспедиции, походы, как показывает практика, запомнятся на всю жизнь. А друзья, которых вы обязательно обретете на своем пути, будут верными соратниками. Приходи! Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета ждет именно тебя. Карина Саяхова, Тимур Ахмедов, Универ Новости. Опубликован рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Рейтинг разработан по поручению президента Российской Федерации при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования России. Казанский федеральный университет в числе лидеров роста в сравнении с 2023 годом. В 2024 году произошли изменения в методологии рейтинга. Группа критериев «Активность по развитию школьного образования» была заменена новой группой «Партнерство и внешние взаимодействия». Всего в 2024 году рейтинг включил оценку по 19 критериям. Таким образом, вузы оценивались по четырем группам критериев. Востребованность выпускников в найме, актуальность процесса обучения в сфере искусственного интеллекта, образовательная среда и партнерство и внешние взаимодействия. Аналитическую базу рейтинга составили данные из открытых источников, результаты опросов, данные о заработной плате выпускников, полученные от рост труда, данные о ЕГЭ от Миноборнауки России. В итоговом рейтинге учебные заведения были распределены по 12 группам – от А+, лидеры, до Е+, начинающие. Однако количество групп и число, входящих в каждую группу вузов, может меняться с каждым релизом рейтинга. Казанский федеральный университет вошел в группу С++, улучшив прошлогодний результат. Как отмечают аналитики, рейтингового агентства положительную динамику КФУ обеспечили такие факторы, как рост публикаций на конференциях ранга А+, прием выпускников бакалавриата в лучшие магистратуры по искусственному интеллекту. Было отмечено и то, что вуз реализует программы повышения квалификации преподавателей по искусственному интеллекту, развивает партнерство в области искусственного интеллекта со школами и вузами, проводит школьные олимпиады, включенные в перечень олимпиад по искусственному интеллекту в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» и национальной технологической инициативы. Напомним, в национальном рейтинге университетов КФУ занял восьмую строчку, войдя в десятку лучших вузов по версии Интерфакса. Приемная кампания 2024 в Казанском федеральном университете продолжает свою работу. Напомним, что подать заявление в вуз в рамках общего конкурса можно до 25 июля, а для обучения в магистратуре до 8 августа. Как сообщили в приемной комиссии, на сегодняшний день в КФУ подано более 166 тысяч заявлений. От российских и иностранных абитуриентов на бакалавриат, в специалитет и в магистратуру. В 89 732 из них подано на бюджетную форму обучения в бакалавриате и специалитете. 56 759 на внебюджетное обучение в бакалавриате и специалитете. В магистратуру на бюджетную форму обучения подано 8 310 заявлений. Лидерами по количеству принятых заявлений остаются Институт международных отношений истории и востоковедения, Институт управления экономикой и финансов, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Подчеркиваю, в числе абитуриентов КФУ 13 победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад. 162 победителя и призера олимпиад всех уровней, включенных в перечень олимпиад школьников на 2023-2024 учебный год, 472 100 бальника по ЕГЭ, 26 200 бальников и 2 абитуриента, набравших за 3 предмета максимальный балл 300. Кроме того, 39 человек получили возможность поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов. К слову, высокобальники, олимпиадники, зачисленные в 2024 году на обучение в Казанский федеральный университет, получат до 300 тысяч рублей в качестве единовременной стипендии. Она назначается однократно и выплачивается в течение первого месяца с даты начала очередного учебного года. Количество заявок от иностранных граждан на сегодняшний день составляет 11 934. При этом 1377 из них подано в филиал КФУ в Джизаке, 213 в Каире. На обучение на подготовительном факультете Казанского федерального университета подано 964 заявления. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова